всем привет ютубу привет всем хорошего дня вот начнем обзор сайта это днепраден толс выбрал здесь я пару лампочек себе купил лампочки четырехполосные ну и давайте их рассмотрим что к чему есть у меня старая лампочка предыдущего разлива она тут бедненькая уже пережила много вот и падала и даже на ней я наехал вот она слегка подмятый треснул и тем не менее лампа как автомат калашникова упала поднял ее приклеил опять и в бой ну падает они сами вы знаете из-за чего потому что присоска бывает иногда держит держит потом отходит и естественно лампа падает не уследил упала но это мелочи это на лампочку как говорится на ее работоспособность никаким образом не влияет опять же скажу поднял и опять в бой не стекла не бьются ничего но тут угол у меня треснул это невнимательность проявили наехали даже на лампу и тем не менее все работает все хорошо вот уже не уже наверное за годик а может чуть меньше есть нового дизайна лампочки и рассмотрим их что и как я решил и приобрел сразу пару ламп сразу объясню почему потому что у меня идея возникла одну вмятину сразу в нескольких плоскостях делать то есть сбоку ставить там в зависимости от того как удобно работать на больших поверхностях допустим ставить сразу две лампы и попеременно работать то в одной и другое чтобы ну более быстро более качественно делать вмятины что же продолжаем так сказать у нас разговор по лампам вот в таких вот уже коробочках они выходят вот скрываем лучше мы видим один экранчик я заказал сразу оговорюсь это дополнительная заказывал и лимонный экранчик на нем есть шелкография нанесена вот она видна такая сеточка наводись вот это отличает лампочки предыдущий здесь вот место для присоски но присоски у меня есть вот она сама лампочка вот к ней идет о кула им сейчас покажу я просто раздербанил обе коробки вот сразу собрал тут немножко поэкспериментировал вот так вот идет локлайн здесь идет под прикуриватель адаптер вот и смотрим носит новшества по сравнению с предыдущей лампочкой значит что там тоже шел адаптер он был вот здесь в данном случае впаян там в плату ну и идет шнур я здесь пользуюсь вон он блок питания лежит от 220 так она работает от 12 вот вот покупал лампочку отдельно без локлайна он таким образом там крепился здесь она уже крепится вот она шайбочка и он вот таким углом с большим углом здесь уголок здесь длиной сейчас я скажу сколько сразу извиняюсь где-то может быть неудобно снимать где-то около десяти сантиметров здесь вот этот выступ у нас где-то четыре с половиной сантиметра вот я просто как бы хочу осветить все технические стороны как чего сделано и посвятить как говорится вам посмотрит сделать вот что касаемо здесь значит лампочку я покупал четырехполосную вот так две красные кнопки это теплый свет черные кнопочки все это знают если кто не знает будет интересно включаемый свет и здесь вот она крутилочка регулирует диммируется свет в новой лампе этого нету никаких крутилок здесь уже сенсорное управление кнопочками вот он диммер плюс-минус ярче тише вот и управление лампами значит если здесь у нас зажигались я не буду подключать зажигать это как бы не обязательно если здесь у нас мы включали выключали так то там мы кликами нажимаем короткий клик это холодный свет зажигается длинный клик теплый свет то есть тут две полосы здесь две полосы здесь но также как и здесь и диммируется плюсом минусом ну в принципе кому интересно можете на сайте посмотреть там есть видеоролик по моему должен быть если сравнить визуально новая лампочка подросла вот стала по длине и пошире и вот применяется опять же новый локлайн здесь немножко другой как мы можем видеть с большим коленом что дает больше преимуществу в работе дальше вот такие вот выступы кое-где значит порожки такие я так подозреваю что это для того чтобы она была более жесткая более такая скажем устойчивая ко всяким механическом повреждениям дальше значит здесь я вот обклеивал и скотчем ну когда допустим лампочкой мы можем там царапнуть машину не сильно конечно но неприятно здесь вот такой резиновый кант идет по всей лампочке он имеет разрывчик в одном месте вот это для того чтобы допустим можно было ну или обслужить лампу или же поменять экран и желтые есть белые экраны как кому как говорится нравится вот поехали дальше ну что по размерам тогда что было что стало здесь у нас лампочка значит получается я буду грубо говорить там 27 на 27 на 35 это лампочка у нас извиняюсь не 27 17 на 35 до это лампочка у нас размерчиком будет примерно я еще раз говорю 20 на 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 42 то есть чуть подросла вот здесь у нас ее толщина толщина где-то троечка здесь снимать неудобно где-то 2 с копейками поехали дальше изменено стеклышко здесь она немножко другого фасона здесь она гладенькая такое матовая вот здесь она немножко как шероховатая у меня точно также на эту лампочку я покупал и стеклышко лимончик ну как мы видим и белое стекло то есть он же не нашел уже видно или новых поставщиков или новое стекло так сказать которая более соответствует новым требованиям и шелкография немножко другая здесь вот с одной стороны она такое глянцевая с этой стороны нанесена тоже шелкография здесь она такая более четкая уже вот но опять же тут еще вопрос времени видно разница видна и я думаю вполне то есть все совершенствуется потихонечку и как бы человек на месте не стоит я собственно почему решил сделать обзор кому-то это будет интересно и полезно кто-то может быть сочтет нужным и приобрести это как бы не хвалебное видео я обзоры таким инструментом допустим важным это считаю номер один в работе вот хороший свет и поэтому решил это все так сказать посвятить видео может быть длинная занудная кому-то кому не нравится можете выключить и забыть кому интересно так сказать смотрите дальше опять же вот повторюсь тут уже тоже шелкография кнопочки имплантированы такие для того чтобы нажимать уже на сенсоры ну не знаю по какой причине в принципе меня и устраивало и такое вот кнопочками выключения-включения но производитель решил подрасти сказать сделать более удобно и на его взгляд изделия так поехали дальше значит здесь вот локлайн крепился и вот так выходил провод здесь же было нам придумано новшество вот такое здесь у нас разъем и который уходит туда в плату управления вот локлайн который подходит на нем есть разъемчик и здесь вот провод идет 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 и выходит на вот такой вот адаптер питания со шнуром так что еще ну еще я думаю стоит же теперь заглянуть вовнутрь вот опять же повторюсь наехали случайно вот лампа треснула но тем ни менее все работает до сих пор он женек грамотно сделал все молодец сейчас я открою лампочки и посмотрим на них изнутри здесь в данном случае все это просто здесь вот такие защелочки есть один выступ 2 и аналогичная с этой стороны это я уже вот эту линейку докупал отдельно тоже таких же светодиодов ставил ну вот так представляется лампочка я вот эти вот дополнительно сделал для себя ну я посчитал на тот момент что мне их не хватает вот так удобней вот ну как бы для того чтобы подефектовать что-то да это удобно зажигать сразу все полосы но это только для дефектовки для работы я пользуюсь либо одной либо двумя полосами ну комбинирую холодный теплый теплый холодный так далее вот тут как говорится на вкус и цвет товарища нет для того чтобы поменять допустим этот белый экранчик вот такой желтый здесь на этой лампочке вот так есть резиновый контур который отгибается я сейчас покажу как и мы можем поменять само стекло на другое допустим или обслужить лампу там продуть прочистить если в этом необходимость есть вот мягкий резиновый контур он такой обрезиненные вот так выглядит лампочка одной рукой приходится вот они внутренности вот стеклышко прям скажем лампочка сама я извиняюсь практически как не весит ничего с весом мы тоже разберемся вот она схема тут уже насколько я вижу немножко другие светодиоды применены визуально даже видно вот такое впечатление у меня что по сравнению с этой лампой почаще светодиоды здесь стоят вот есть опять же как мы видим вот отверстие для того чтобы лампочка дышала не нагревалась вот и она довольно таки легенькая вот так она выглядит изнутри закрываем пачка собрана еще раз повторюсь вес у нее легкий но поскольку это лампа у меня с локлайна я их взвешу с локлайнами обе посмотрим сколько они весят так тут у меня немножко 922 грамма весит эта лампочка и 720 весит вот это то есть эта лампочка все-таки потяжелее чуть-чуть хотя и неудивительно размеры у нее побольше но как бы в руках она берешь в принципе я бы сказал особенно когда сама лампа берется в руки она достаточно очень легкая и комфортная как бы удобно хотя в принципе почти килограмм чеки весит вот ну что дальше как говорится лампосмотр посмотрим как это все светит как это все работает я немножко уже скажу поработал вот и честно говоря я разницу заметил свечение ну лучше хуже и как бы я не могу сказать я привык вот к свечению вот этой лампы на этих светодиодов на этих экранах здесь я думаю что хуже не будет будет только лучше ну сейчас посмотрим как это все до того чтобы хотя бы немножко посмотреть на то как светят лампочки вот я загнал машинку тут есть пару дефектов и мы на них посмотрим как все такие лампочки светят естественно что это субъективный обзор но тем не менее покажу как светит одна лампочка и как бы продолжаем наш осмотр ламп значит что вот такой я приспособил блочок питания китайский он в принципе достаточно нормальный выход у него как мы видим два с половиной ампера я думаю вполне хватит для этой лампочки но что еще один нюанс допустим вы работаете я его упустил вот выставили там допустим такое свечение там или такое да лампочку включаете выключаете и освещение будет тоже самое вот выключили мы до подождали вот и она свечение яркость остается на том же уровне на том в котором выключили удобно я считаю очень удобно ну что продолжим знакомства вот включаем мы лампочку загорается синий светодиод здесь у нас написано но в данном случае перевернута вот так лет плюс минус и опять включил выключил вот нас берем мы коротким кликом включаем и выключаем короткий клик выключили опять же короткий клик ты ты вот раз-два включили надо отключили надо нам теплый свет вот так включили надо нам опять же здесь теплый свет вот включили надо нам холодный еще включить дополнительно допустим здесь раз вот мы включили ну и плюсом минусом мы регулируем но в данном случае аж засветка идет и он кадры поползли нам это не надо вот таким образом ну попытаюсь я поснимать немножко в этом свечении что у нас получается прервался ну вот что у нас она показывает показывает очень хорошо детализировано шагринку вот сейчас я включу здесь еще холодный свет сейчас резкость наведется вот я поставил ей цель маячок чтобы наводиться было ей удобно лампочки где тут дефект найти где-то тут мятинка есть сейчас на нас есть цель все прекрасно видно и шагринку на машине и все таким образом можно в теплом посмотреть так это выглядит допустим выключаем теплые берем холодный включаем в данном случае машинка темная и в желтом свете я сейчас поставлю белый рассеиватель лампочку и посмотрим как в белом смотрится почему потому что вот объектив которыми снимают шоу меня такие руки красные как бы немножко иногда бывает искажает вид опять же вот это вот красота не красная она очень оранжевая так что тут как бы субъективно должно просто вот здесь разъемчик берем просто лампу с другим отражателем то что снимать ставить я не вижу смысла и 2 у нас уже и лампочка с белым экранчиком ухты ярко смотрим что она нам покажет видите освещение поменялось и видение дефекта уже стало другим это увеличение в 8 раз вот так теперь берем что уменьшаем свечение наше сколько тут шагов я не знаю но шаг приличный тут можно прям еле-еле видный туманчик сделать и очень ярко можно сделать добавил я чуть тепленького смотрим в таком свечения на экране я вижу как красноватый даже такой отливчик кадры берут конечно же тем не менее ну-ка я всегда попробую этот поставить мой маячок в общем вот вот так конечно я попробовал работать и в этой лампочке уже немножко несколько непривычно но я думаю денек другой я к этому свечению привыкну скажем она не хуже вот она просто другое она просто другую вот кстати надо будет и сделать вот эту мятинку человечку в общем не буду как говорится утомлять своих зрителей ничем больше скажу одно что лампочки очень хорошие мне они очень нравится естественно если мне не нравились я бы их не заказывал по сравнению вот с лампой предыдущей вот много преимуществ много удобств много таких вкусняшек есть на лампочке так что я доволен покупкой жизнь спасибо тебе большое за твои лампочки всем спасибо за внимание удачи пока пока тушь я считаю в принципе на этом вам посмотрим можно завершить и тут лампочка не очень адаптируется попробую я сейчас все таки в холодном наверно будет лучше снимать если будет кадры бегут на ярком и тусклом видимость очень даже приличная и хорошая получается по сравнению с тем что было все меня устраивает все мне нравится женя придумал много всяких вкусняшек вот для лампочек для вот эту в частности для вот этой модели она стала более комфортная более удобная ну и более современная так что вот так особо утомлять никого не собираюсь съемками вот женек спасибо тебе большое вот лампа мне очень понравилось и одна и вторая в принципе и желтом хорошо видно и в белом это как говорится на вкус и цвет поэтому я и заказал чтобы мне потом была возможность замены этих экранов заказал две лампочки и два экрана ну на этом обзора я свой заканчиваю я думаю что дальше по ходу работ я там какие-то комментарии внесу всем спасибо за внимание пока пока